Всем привет дорогие друзья, с вами Аверпер Геймс и сегодня я решил вместе с вами посмотреть на бойню в исполнении грозного ВК-7201. Этот танк довольно таки часто появляется на моем канале, но я ничего не могу с этим поделать. Танк действительно мощный, после того как его апнули он заиграл совершенно новыми красками и соответственно очень много красивых реплеев скидывают мне именно на нем. Конечно же я рекомендую качать этот танк, однозначно он стоит, как говорится, своего опыта, времени потраченного на прокачку. Действительно в данный момент это один из, наверное, самых интересных крупнокалиберных танков в игре. В общем, ладно, давайте уже смотреть и мы с вами видим, что наш герой в самом начале, естественно, подстать своему танку, полетел на направление ТТ. Здесь он сразу же сцепился с естонцем, пару раз по нему впердолил и здесь вот еще и катается ИС-7, по которому залетает на 720. В свою же очередь наш боец уже три выстрела танкует. Все-таки лобовая броня, она действительно играет свою роль. Кто бы что ни говорил, о броне у этого танка довольно-таки много. Ну-ка, ну-ка, хорош, еще раз на 712, но, к сожалению, справа залетает от Бабахи. И вот это, конечно, уже совсем-совсем неприятно. Вроде только наш ВК начал быковать, только он, как говорится, разгулялся на направлении ТТ. Как тут же Бабаха дала о себе знать. Конечно, огромный недостаток ВК, это его бортовая броня, точнее, отсутствие каких-то адекватных экранов. Поэтому Бабаха вполне спокойно фугасит его прямо в борт корпуса, да, в принципе, и башни. Но, как видно, наш боец не отчаивается, несмотря ни на что. То он минусует ИСа 7-го и продвигается немного дальше. Счет 1-3, естественно, не в нашу пользу. И вот сейчас, наверное, самое время минусовать Е4-го. Ну, хотя бы выдавать по нему порцию увесистой Альфы. Хорошо залетает через каток. Теперь главное не получить от него в ответ, но вроде нет. Вроде он там на дезморале и как-то, знаете, как-то не особо стремится выдать свой предсмертный выстрел. Он все как-то больше пытается танкануть, но, конечно же, не судьба. Тем временем сзади закатывает уже целая шобла-ебла из негодников из команды красных. Наш герой прожимает адреналин. Вот здесь можно было бы выдавать фугас. Да, великолепно. Залетает практически на тысячу. Если бы, конечно, Вольфрам был в откате, то залетело бы более чем на тысячу. И это было бы уже очень и очень жирно. Маус тем временем пятится назад. Понятное дело, его там прессуют со всех сторон. Хорошо, 140 улетает в ангар. Сейчас очень важно минусовать стволы противников. И при этом, конечно, желательно, чтобы Маус жил как можно дольше. Ну вот, вроде бы, противники переагрились на нашего ВК. Это, конечно, хорошо. Значит, Маус будет жить. Ой, великолепно залетает на косарь. Просто, просто бомба. Вафля, наверное, пожалела, что вот так вот нагло выкатилась. Правда, следом за ней выкатывает наглая бабаха. На адреналине вся такая заряженная, запыженная. Просто встает и начинает выцеливать. Знаете, как будто так и надо. Долго она выцеливает, конечно, нашего бойца. Уже осталась буквально шотная. И в конце концов дает непробитие. Маус, конечно же, здесь красавчик. Как мог, эту бабаху пенетрировал и всячески ей мешал выцеливать нашего бойца. Великолепный, я считаю, дуэт между ВК и Маусом. Ребята прям скооперировались и довольно-таки неплохо держатся. Правда, к сожалению, сзади закатывает вафля, минусует Мауса. А наш герой остается уже шотным против двух противников. Все-таки дуэт распался, Мауса хлопнули. И теперь нужно как-то, непонятно пока что как, но пытаться здесь выживать. Тайп, на мой взгляд, совершает ошибку, что подъезжает так близко. Да, он, наверное, хотел закатить, как-то, может быть, в кормушку забраться к нашему бойцу. Но не тут-то было. Далее закатывает естонец. Правда, у естонца стоковое орудие. Он все-таки додумался включить фугасы. Но, честно говоря, со стокового орудия стрелять фугасами по ВК в лоб, ну, это такое. Можно очень долго его так ковырять. Но посмотрим, может быть, Е100 включит голду. Наш герой, тем временем, всаживает по нему второй выстрел и оставляет естонца шотным. Этот бедолага, видимо, в панике. Он понял, что ВК за лба очень красный. И пробить его просто так не получится. А может быть, он просто залагал. Да, видимо, он еще и залагал, и запаниковал. Но в итоге улетел в ангар. Вот такой вот бой, дорогие друзья. На, ну, практически рекордные 9 тысяч без малого 700 урона. Танканул наш ВК 5200 дамага. Что, на мой взгляд, очень показательно. Конечно, жестко он получил фугас от Бабахи в начале боя. Если бы не этот фугас, я думаю, он бы вообще на изи тащил бы концовку и просто никак бы не напрягался. Вот она статистика нашего бойца. У него 5500 боев. Ну, а вот она статистика всех участников этого побоища. Ну, всех, наверное, показывать не буду. Покажу, наверное, основных. Да, у них тут немного боев. Есть, конечно, те, у кого побольше. Есть, у кого поменьше. Смысл от этого не меняется. Я говорил и буду говорить, что сейчас, что нубка, что не нубка, играются примерно одинаково. Что там, что там. Независимо от количества боев, игроки плюс-минус играют так же. В общем, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Обязательно пишите, как вам это побоище. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok